Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня вы услышите об одной из самых мрачных историй, которые вам приходилось слышать. Одной из самых ужасных убийц женщин во Франции. Дело Кюре-Уруфе. Французское уголовное дело, в котором 19-летняя Регина Фейс была убита своим любовником, Гаем Дезноерсом, Кюре-Уруфе, 3 декабря 1956 года. Убийца, Гая Дезноерс, католический священник, родился 24 февраля 1920 года в Гамплемане, деревушке Синуа в Мерти и Мазели. Он вырос в зажиточной верующей крестьянской семье. На путь религии его направила его бабушка, женщина властная, которая подтолкнула его к принятию духовного сана. Он учился в семинарии в Боссервилле и Вилле Нэнси. И уже там было отмечено, что он был любезным молодым человеком. Не слишком умный, но очень увлеченный женщинами. Во время Второй мировой войны он работал на заводе Нулья Мезан, которого им управляли немцы. Но он также помогал бежать с включенным в Хароли в Агезах. В 1946 году по окончанию войны он становится священником и его направляет в качестве викария в Бламен. Напомню, что викарий – это всего лишь помощник кюре или священника. Он быстро был замечен за своим вышестоящим начальником, но не за свои положительные качества. Игра в баскетбол для него важнее, чем чтение богословий. Свою первую связь с женщиной он вступил в 26 лет. В то время его спутница, молоденькая Мадлен, уже была просватана. Приближалась свадьба, и они встречались тайком. На свадьбе Гай обращается к ней с клятвой верности. Мадлен выходит замуж за солдата, с которым встречается очень редко из-за его частого отсутствия. А Гай же продолжает встречаться с Мадлен. Но об их связи становится известно. Церковь, чтобы избежать скандала, направляет его в Рихон. На севере Мерта и Мазеля. В то время промышлит развитый регион. Там Гай продолжает встречаться с Мадлен. Но начинают распространяться слухи о его других связях с женщинами. Одна из которых богатая вдова, недавно потерявшая мужа, но нашедшая утешение у него. В июле 1950 года он назначен кюре Уруфе. Небольшой деревне, в которой проживают 392 человека. Прихожане очень ценят его. А молодежь считает его активным и современным. Действительно, он организует для них различные культурные и спортивные мероприятия, такие как экскурсии, театральные представления и кинопоказы, а также футбольный клуб. Но параллельно он продолжает вступать в свои опасные связи, даже с несовершеннолетними. Так продолжалось до 1953 года, пока от Гая не забеременела 15-летняя девочка Мишель Леонардо. Она родила тайно и отдала ребенка в детский дом, чтобы избавиться от плода греха и избежать скандала. Епископ Нэнси Марк Арман Лалье, предупрежденный анонимным письмом, решает нанести визит Гаю, чтобы проверить, соответствуют ли слухи истине. Тот же бросается к нему в ноги и клянется в своей невиновности. Заявляет, что отцом ребенка является один местный парень. На этот раз епископ верит ему. В последующие месяцы Кюре часто бывает в отлучке, что начинает беспокоить его прихожан. И так вплоть до 1956 года, года, когда случилась ужасная трагедия. Регина Фейс, 19-летняя молодая женщина, по тем временам несовершеннолетняя, работала на стекольной фабрике Ван Ле Шотель. Она принимала участие в театральных постановках и пела в хоре, организованной Гаем. Регина попадает под его обаяние и вступает с ним в связь. В один из уикендов Гай даже ужинает с семьей Регины, члены которой не подозревают об их тесной связи. Потом случается неизбежное, как и три года назад Мишель. Регина забеременела, что очень быстро становится здесь на ее родителя. Гай опять прибегает к той же ловке, заявив, что отцом ребенка является один из ее молодых прихожан, который отправился на войну в Лжир. Он убеждает родителей не продолжать расследование, а Регина, в свою очередь, обещает сохранить секрет факта его отсутствия. Но категорически отказывается рожать тайком или делать обоих. Все понимают, что приближаются роды, но не поднимают шум. Несмотря на то, что в приходе начинают сходить слухи, которые Гай отмечают, заявив, что это все клевета. Но вот Регина должна скоро родить, и Гай в ужасе. Ко всем и прочим, ребенок будет на него похож, и вся история обязательно дойдет до епископа. И это толкает его на ужасные преступления. Вечером, 3 декабря 1956 года, незадолго до родов, Гай с Региной ехали на безлюдной дороге. Он останавливает свою машину рядом с рощей, и дважды предлагает Регине дать ей отпущение всех ее грехов. Она находит его повидания очень странными, отказывается, выходит из машин и удаляется. Гай в свою очередь выходит из машины и идет за ней, с револьером 6.35 калибра в руке. Он протягивает руку и стреляет один, второй, а затем третий раз ей в спину. Несчастная падает замертво. Гай подходит к ее трупу, становится на колени и вынимает нож. Он порезал ей живот и вытащил ребенка. Согласно экспертизе, это была девочка, и она была жива. Гай крестит новорожденную и убивает ножом ребенка. Тем же ножом обезображивает лицо, чтобы скрыть всякое сходство с ним. Затем прячет тело Регины и ребенка в яме. Вечером родители Регины, не найдя ее дома, начинают беспокоиться. Они предупреждают Гая, который берет на себя инициативу, поднимает тревогу в мэрии и организовывает поиски. Его цель – выиграть время и избежать подозрения. Затем Гай сопровождает спасателей до яма, в которой лежит Регина и ее ребенок. Дело прояснилось, когда одна из подруг Регины рассказывает в полиции, что отцом ребенка был Гай. К тому же рядом с телом найден револьвер калибра 6,35 мм. А у него было разрешение на оружие этого калибра. Помещенный под стражу, 5 декабря Гай, сначала все отрицавший, в конце концов сознается в ужасном преступлении 48 часов спустя. Его сажают в тюрьму под фальшивым именем, чтобы избежать мести, где он дожидается суда. Это дело превращается в скандал национального масштаба. Процесс начинается в Нанси, в суде присяжных 24 января 1958 года. У стен суда толпа требует смертной казни. Прокурор также требует наказания в виде смертной казни. После 1 часа 40 минут обсуждения, жюри присяжных выносит вердикт. Священник виновен и приговаривается к пожизненным принудительным работам, избежав смертной казни по причине насилия смягчающих обстоятельств. После 20-летнего заключения Кюре получает условное освобождение в 1978 году. Было много слухов по поводу его нового местонахождения. В конце концов становится известно, что он умер в Пухарнеле, где он жил после условного освобождения. Говорят, что он избежал смертной казни благодаря католической церкви Ирене де Готти, председателю Совета Четвертой Республики, который вмешался для предоставления смягчающих обстоятельств. И помог избежать смертной казни. На могиле Регины можно прочитать следующую надпись. Здесь покоится Регина Фейс, убитая 3 декабря 1956 года приходским священником в возрасте 19 лет. Данное дело нас очень заинтересовало, потому что со стороны церкви это было оказание политического и религиозного давления, а также позиция правительства, которое не захотело превращать данное дело в государственный скандал, чтобы сохранить репутацию некоторых священнослужителей и политиков незапамятной, а также из-за двойственности личности Гая в свете все возрастающего в наше время насильственного отношения к женщинам.